Американский проект раздела Ирана на семь независимых государств Фарснеус Агенчи, Иран 10 июня 2018 года 8 мая американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления, продолжавшегося 11 минут, заявил, что США выходят из ядерного соглашения 2015 года и вновь вводят против Тегерана санкции, отмененные прежде данным соглашением Трамп также сообщил, что, помимо этих санкций, США намерены инициировать против Ирана жесткое экономическое эмбарго, а если международные корпорации не будут соблюдать данные ограничения, то они столкнутся с серьезными контрмерами Подобного рода денонсация международного договора вызвала недовольство почти всех стран, за исключением немногих, решивших поддержать американцев Однако достаточно вспомнить об истории отношений Соединенных Штатов с другими странами, и в частности с Ираном, как становится ясным, что США и прежде нарушали данное слово Об этом мы решили побеседовать с известным иранским историком и радиоведущим Хосровом Матазедом, Хосров Матазед Фарс, в какой период начались отношения Ирана с США? Хосров Матазед, получив независимость от Англии, США старались быть свободной страной Впервые иранно-американские отношения установились при известном реформаторе, шахском премьер-министре Амир Кабире, 1807-1852 годы Тогда Иран подписал с США договор о дружбе и судоходстве Об этом документе упоминает историк Ферейду Надамид, Ферейду Надамид, в своей книге «Амир Кабир и Иран» Амир Кабир считал, что от России и Англии исходит опасность Франция постоянно вмешивается в дело других стран, а Германии и Австрии нет дела до Ирана Поэтому премьер-министр стремился как-то привлечь к Ирану Германию и Австрию И немцы постепенно начали сотрудничать с нашей страной Насреддин Шах, 1831-1896 годы, написал письмо германскому императору, которое приводит в своих мемуарах Мехди Кули Хидайят, занимавший пост премьер-министр Ирана в 1927-1933 годах Насреддин Шах даже купил кораблю Германии Эти отношения были только экономическими Ведь США не обладали влиянием в Иране Англия и Россия не позволяли другим странам активно развивать отношения с Ираном США начали экспортировать в Иран некоторую продукцию и даже отправили христианского проповедника Но это не имело никаких последствий Спустя полвека американский посол заявил, что отправлять в Иран христианских миссионеров было неразумно В какое время США начали оказывать влияние на Иран? Насреддин Шах прилагал все усилия для того, чтобы США начали вкладывать инвестиции в иранскую экономику Он предложил американцам заняться разработкой артезианских колодцев и даже отправил своего посла в Вашингтон Но США ничего на это не ответили Все дело в том, что тогда у американцев действовала доктрина Монра, согласно которой они не могли вмешиваться в дело государств восточного полушария Поэтому долгое время американское правительство придерживалось этого правила В годы правления Насреддин Шаха иранским послом в США был назначен Хаджи Садрас Салтани, Аи Садрас Салтани Основными статьями американского экспорта в Иран на тот период были кожа, свинина и алкоголь, которые не пользовались особым спросом у иранцев Американский посол писал, что в Иране жаркий климат, поэтому кожаные изделия раскупаются неохотно Особый интерес к Ирану в США появился после изобретения автомобиля А к концу 19 века сотрудничество между двумя странами расширилось за счет торговли нефтью Иран даже импортировал нефть из американских скважин Однако по сравнению с Россией доля американской нефти, поставляемой на иранский рынок, была ничтожно мало Когда же была налажена добыча нефти в самом Иране, американская нефть вообще перестала пользоваться спросом В 1921 году США стали добиваться получения доли в нефтяном рынке Ирана Для этой цели была задействована крупная нефтяная корпорация Стандарт Аил, Стандарт Аиль и ряд других более мелких компаний В тот же период американскому правительству удалось завоевать высокий авторитет в Иране благодаря деятельности американского финансиста Моргана Шустера, получившего должность генерального казначея После Конституционной революции в Иране, 1905-1911 годы, шахское правительство наняло Моргана Шустера для того, чтобы тот наладил работу в стране финансовой системы Этот человек очень помог Ирану, давая отпор чрезмерным требованиям русских и англичан Прежде любой иранец, не желавший платить налоги, мог объявить себя подданным Российской империи, как это сделал сын Мазафериддин Шаха принц Шаха с Салтани Однако Моргану Шустеру удалось силой принудить шахского отпрыска заплатить налоги Американский финансист успел проработать в Иране только 9 месяцев, как Россия выставила ультиматум иранскому парламенту с требованием о выдворении Шустера Простой народ решил поддержать американцы и организовали массовые шествия к зданию парламента, в котором даже приняли участие женщины в чадрах Демонстранты требовали не соглашаться с давлением русских, а женщины даже угрожали депутатам оружием Однако иранское правительство все же пошло на требования России и депортировало Шустера из страны Англичане считали, что из-за деятельности американского финансиста иранцы становятся все более заносчивыми После своего отъезда из Ирана Шустер написал книгу под названием «Удушение Персии», в которой описал преступления русских и англичан Иранский поэт Орев Казвини, 1882-1934 годы, даже сложил стихи о Маргане Шустера, в которых написал «Позор тому дому, откуда прогонят гостя» Умри, но не позволяй ему уйти Если Шустер покинет Иран, страна пропадет О, люди, не дайте этому случиться Еще одной заслугой США перед Ираном в тот период можно считать то, что американский посол в Тегеране официально заявил о несогласии правительства своей страны с договором 1919 года Согласно которому Иран попадал под протекторат Великобритании, хотя сами англичане между тем сообщили об обратном В годы правления Реза Шаха, 1925 и 1941 годы, ирано-американские отношения были уже другого плана В то время Соединенные Штаты поставляли в Иран автомобили, обладавшие отличным качеством В 1914 году иранским послом в США отправили Джеляла Махтара Он был женат на англичанке и разъезжал на личном автомобиле Как-то раза превышение скорости его остановила американская полиция Однако его супруга, работавшая прежде обычной горничной, что не помешало послу безумно влюбиться в нее и сделать ее своей женой Натравила на полицейских свою собаку, после чего стража порядка арестовали дипломата На следующий день в американских газетах появилась фотография задержанного посла Данный инцидент сильно разозлил Реза Шаха и тот на целых 4 года разорвал отношения с США В своей книге 12 сентября 1939 года и отстранение от власти Реза Шаха историк Али Големуджет, Али Големайет Приводит критику поверенного в делах США в адрес монарха и всей внутриполитической ситуации в Иране с ее диктатурой и коррупцией На мой взгляд, США лишь косвенно были осведомлены о реальном положении в стране Тем не менее все дипломатические отчеты свидетельствуют о банкротстве иранской экономики, о преобладании государственного сектора и ликвидации частного Тем не менее Соединенные Штаты не желали вмешиваться во внутренние дела Ирана Когда союзники по антигитлеровской коалиции СССР и Великобритания напали на Иран Реза Шах написал письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором указал, что поддерживает хорошие отношения с американцами И попросил их оказать помощь, чтобы Великобритания и СССР не начали бомбовые удары под тем предлогом, что Иран находится под влиянием фашистской Германии Конечно же, это больше напоминало психологическую войну, потому как Германия на тот момент и не думала начинать военные действия на территории Ирана Ведь война уже шла по многим фронтам Рузвельт жестко ответил Реза Шаху, что Гитлер – очень опасный человек, который пытается завоевать весь мир, поэтому США вынуждены отказать Ирану в помощи Дело в том, что тогда у американцев не было особых интересов в Иране и они послушно выполняли все требования англичан Спустя несколько лет в Иране собрались лидеры антигитлеровской коалиции Тогда в Тегеране прошла конференция с участием Франклина Рузвельта, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля Рузвельт встретился с Шахом на территории советского посольства, где тогда остановился Сталин Американский президент считал это место самым безопасным, потому что в любом другом его могли убить немецкие шпионы Шах обратился к американскому президенту с просьбой о том, чтобы союзники изменили его место с ссылки и отправили его в США или Канаду Но Рузвельт ничего на это не ответил В 1945 году, когда Советский Союз находился на пике своего могущества, заместитель госсекретаря США Джейм Бронз, Ямес Бронзи, впервые предложил проект о разделе Ирана После кончины Рузвельта американское правительство считало недопустимым, чтобы Иран стал причиной войны между США и СССР Потратив много сил на войну с Италией и Японией, американцы решили не придавать большое значение Ирану и разделить его на семь самостоятельных государств В 1945 году о письме Бронза стало известно широкой общественности Когда его напечатали в иранской газете Даря Махамад Масаддык, будущий премьер-министр Ирана, национализировавший нефтяную промышленность страны, расплакался в парламенте, упрекая правительство тогдашнего премьер-министра Ибрагима Хакими в том, что оно приняло письмо, которое ставит под вопрос суверенитет Ирана Советский Союз на тот момент тоже полагал, что сумеет добиться отделения от Ирана Курдистана и Азербайджана и большая часть других иранских земель окажется под коммунистическим влиянием, поэтому не поддержал в этом вопросе Соединенные Штаты Таким образом, разгласив содержание злополучного письма, прессы во главе с Масаддеком положили конец обсуждению данного вопроса Спустя два года американская политика в Азии резко изменилась После того как сразу семь азиатских стран стали коммунистическими, президент США Гарри Трумэн отправил в Иран одного из своих ярых апологетов коммунистической идеологии Джорджа Алина В ходе борьбы с азербайджанскими сепаратистами Соединенные Штаты поддержали Иран и предоставили ему авиацию, танки, оружие и финансовые ресурсы, чтобы выдворить из страны Джафара Пишу Вария и его сторонников, добивавшихся отделения иранского Азербайджана Приехав в СССР, премьер-министр Ахмат Кавамас Салтани долго добивался встречи со Сталиным, но в конце концов хитростью все же смог добиться его расположения Так что Советскому Союзу пришлось вывести свои войска из Азербайджана Продолжение следует...